В преддверии 9 мая такие субботники проходят по всей республике. Убирать грязь, скопившуюся за долгую зиму, выходят жители городов и деревень Хакассии. Молодежные организации Абакана не остались в стороне. Грабли и лопаты сегодня их главный боевой инструмент. Фронт работ развернулся в парке Победы. Ведь именно здесь пройдут основные народные гуляния 9 мая. Хотя, по словам активистов, сделать чище они готовы любую точку города. Это мы делаем не для галочки, не для показухи, а в первую очередь для памяти. Потому что чем-то, как-то себя проявить вот таким образом попытались. Может быть даже с удовольствием вы почистили более какой-то грязный участок в зоне отдыха. Или еще где-то в нашем городе. Здесь все от мала до велика объединились в едином порыве борьбы с брошенным мусором, вездесущими полиэтиленовыми пакетами и прошлогодней листвой. А вот и самый юный участник субботника в парк пришел не один, да и с инструментом пока управляется не очень умело. Но главное старание. А значит, у волонтеров города растет достойная смена. А ты с кем сюда пришел? С папой и с мамой. А что ты делаешь? Рыбю. А зачем ты это делаешь? Чтобы убираться в парке. Чтобы убираться в парке. Тебе нравится то, чем ты занимаешься? Да. Это днем они банкиры, энергетики, студенты, педагоги и школьники. Сейчас добровольцы, решившие сделать город лучше. Своя свободное от работы, учебы время они снова тратят на работу. Но на этот раз не на собственную пользу, а на общественную. В принципе, инициаторами выступали представители работающей молодежи города Абакана. В этом году присоединились к ним еще и студенческая молодежь. Откликнулись довольно-таки легко, путем смс и электронной рассылки. Мы дали клич. У нас в итоге более 150 человек. 11 организаций собрались. Молодежный субботник прошел в парке Победы второй раз. И организаторы, и участники надеются, что это станет доброй традицией. Наталья Чудина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.